Их актёры так волнуются, так волнуются от неожиданности. А чё это они волнуются? Я сейчас объясню. Дело в том, что здесь только лиц, которые почему-то были очень давно, которые с нами дружат и нас лайкают на нашей страничке, но как-то не получалось у них за это время появиться. Вдруг мы здесь и в таком количестве. Это очень уютное, чудесное место. Здесь замечательная энергетика, мы очень любим здесь играть, поэтому уже два года, да, Игорь Борисович, второй сезон заканчиваем в Киперионе. Немного. Да-да, второй сезон. И вот раз в месяц, каждый второй четверг мы здесь даем функции. Очень-очень нравится. И камерность обстановки домашняя, такая уютная. Обычно двоядные такие, все такие домашние, свои-свои. На ушко шепчемся, рассказываем истории, делимся числами, все замечательно. А тут я вижу, уже есть четвертый ряд. Они волнуются, как юноши. Несмотря на то, что сегодня во всех женских ролях, в ролях чувств, будут стройные, бородатые мужчины, они все равно для вас сыграют историю. Я даже не знаю, как они сыграют. Но сыграют хорошо. И наверняка вам понравится. Ведь не зря же вы сюда пришли через столько времени, чтобы их увидеть. Итак, актеры Театра зрительских историй приглашаются на сцену. Кто их не знает, поднимите руки. Так, есть, 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 есть. Есть, есть, есть. Ну я вам тогда представлю для тех, кто в ННКО, но вы их можете не знать, не запоминайте даже по именам, просто выделите, вот этот мужчина левый, бородатый, среднебородатый, крайнебородатый. И когда будете назначать их на ролях, выбирать? Сегодня окрайний. Евгений Балиновский, Дмитрий Сазонов, Алексей Гиловтура. У-у-у, у нас есть стул под номером 25, его тоже займет мужчина, я не помню, он с бородой у вас? Не, не знаю. Сейчас, по-моему, будет. Да. Ну, в общем, придет еще один мужчина. Возможно. Придет, он спешит, он изо всех сил спешит, ну мы не стали его дожидаться, ну у них некрасиво женщины застали ждать так долго, мужчин. Итак, почему у тебя так не было долго у нас? Ну-ка расскажи мне. И ты сегодня обязательно поделишься? А я вот не знаю. А ты не знаешь. Хорошо. Кого еще у нас давненько не было? Имя? Лена. А ваше чем не было, когда он с нами? Сколько? Ну, душа была. Ну, душа была. Она вырвалась наконец, да. Кто еще, признаетесь, давно не был? Ну, что? Я первый раз в водном доме. Ну, это не так давно. И вас зовут? Меня зовут Лиза. Лиза. Да. И вы в первый раз. Да. Каким ветром вас занесло к нам? Да, вот не нуля меня привела. Не нуля? Она ведом исходе. Она вам рассказала, куда она вас ведет? Что такое плэкбэк? Что здесь будет происходить? Вы знаете правила игры? Да. Вы делитесь только своим, что про вас, что от вас, что у вас. И в чем вы принимали участие непосредственно. Какое у вас сейчас чувство? Меня? У меня здесь хорошо. У меня здесь уютно, свободно, легко. Мне нравятся бородатые мужчины, я всегда их любила, вижу вот еще какие-то замечательные лица. И меня, я приняла под наблюдение, что мужчина на сцене, как много женщин пришел, на них посмотрели. Ну, прекрасно. Ну, прекрасно. Итак, для вас. Вот эти вот ваши чувства. Мужчина сыграет как некую палитру, потому что вы многим поделились. Давайте увидим. Хорошо. 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 А я говорю, мне свободно. Прямо здесь. Так вот, когда больно так дышится. Так вот. Душа, душа прям рвалась. Рвалась. Да, наконец, вот. 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 Хорошо. Свободно. Немного бородатых. Хорошо. Это было для вас. Спасибо. Вы первый раз на плывойке, вы начали наш перформанс. Спасибо за вашу смелость. А кто готов продолжить его? И для начала мы просто разогреваемся, и в различных формах мы хотим вам показать ваши чувства, переживания, состояния, которые, может быть, сегодня на вас свалились, сейчас вы у них пребываете. Или, может быть, это было, там, не знаю, в начале недели, может, даже год назад. Но почему-то, по каким-то причинам вас это будоражит, и еще эти чувства у вас не оставили. И вы можете поделиться сейчас только вот такими, коротенькими, какими-то причинами. Кто готов? Кто следующий? Наталья. Ну, сегодня не в первом ряду зрителей. И, поэтому... Мне это огорчило. Огорчило. Да, с одной стороны. С другой стороны. Я тоже как-то пропустила, наверное, пару мероприятий, любимых мною, да. И это тоже для меня было несколько так, не очень комфортно. Причем, был пост такой от Евгения, вы же всегда по вторым четвергам месяц, а 16 июня, это был третий четверг месяц. А Женя такой пишет, ходишь, ходишь, тут бац, типа, вторая смена, понимаешь, это же, по-моему, уже третий четверг, это нарушило некоторые планы. В любом случае, мне очень приятно, но вот это вот дискомфорт, что я сегодня не в первом ряду, я пыталась его нейтрализовать, но понимаешь, что это не получается. Может, поможете? Ну, давайте, дискомфорт с нейтрализацией. Как трансформацию посмотрим, Геонаталья. Давайте. Ну, что такое, а? Ну, как? Ну, вообще, что-то вообще. Мало того, что, так еще и... Хорошо. Ладно. Ну, да ладно. Все равно, что я волную, вас обогрели. Ну, вот, считай, должен больше уйти. А мне и отсюда хорошо. Видно. Сильно, что? Сильно, что будет нейтрализователь. Чуть-чуть. 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 Спасибо. Спасибо. Благодарю. Чем вы готовились? Есть, что ли? Смесь осторожность и любопытство. Пошли. 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 Смесь осторожность и любопытство. Откуда осторожность влиять? Останчные игры. Отчего? Отбылась осторожность. Отбылась. Вот и поговорили, называется. Осторожность и остаточное время отбылась. Любопытство-то? Оно тут есть причем. Оно всегда есть. А он двигатель. Двигатель. Сперва осторожничали, потом любопытствовали. Потом снова осторожничали. Или потом уже ввязаться в бой. Потом уже ввязаться в бой. Тогда тройная. Сперва осторожничали. Потом полюбопытствовали. А потом в бой. Давайте будем. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Хотя нет, еще много. Давай, давай. Давай. Да. Да. Стоит. Осторожно. Ух ты! И что? Ух ты! Ух ты! Осторожно! Да уже поздно! Ух ты! А! Ух ты! Вот! Ну осторожно! Не без этого! А что это было? Спасибо, что поделились! Двигаемся дальше! Меня зовут Юлия. У меня сейчас состояние такого мандража. Я работаю в команде организаторов фестиваля нашествия. Уже буквально ближе, чем через неделю, посвящен этот проект. Очень много мыслей, переживаний, чтобы не забыть, там все сделать правильно, успеть. И вот что-то все прошло хорошо. Это искрак, и адреналин, и вот, в общем, такая гремучая смесь ощущения. Гремучая смесь в результате. Знаете что? У вас 30 секунд фантазировать на тему гремучей смеси. В легкой фантазии. 30 секунд. Давайте увидим. 30 секунд фантазировать на тему гремучей смеси. 29 секунд. 30 секунд. Не забыть, вспомнить. на тему гремучей смеси. Держись. Вот-вот. Вот уже. Вот уже сейчас. Вот почти. А это? И это тоже. Что? Это тоже? И это. А то? А то зачем? В прошлый раз забыли. Помнишь, что было? А что было? А ничего не было! А теперь будет. Будет. Будет точно? Будет лучше, чем в прошлый раз. Продолжай, продолжай. Ты говори, говори. Давай, давай, говори. У меня дальше текст будет. Будет лучше, чем было, чем в прошлом году, чем два года назад. Подсказывайте. У тебя 30 секунд, чтобы написать текст. Все уже начинается. Как начинается? Все. Пора. Там же, да? Все там же. Завидовала. Большое. Фестиваль нашествия. Начинается. Пуф. Пуф. Вообще, надо сказать, что когда вы рассказываете, делитесь своими чувствами, а у вас ведь свое представление об этом, а у других людей свое представление. Вот вы рассказали, и здесь люди сидящие, вспомнили какой-то свой опыт, связанный с такими же переживаниями, но он свой. У них своя картинка пошла. И тем, чем вы поделились, вы всколыхнули воспоминания чувств других людей. Поэтому в плейбэк-перфомансе всегда, знаете, одна история рождает другую. Одни воспоминания рождают следующие воспоминания у следующего зрителя и рассказчика. Эмоции схожие. И это все развивается, развивается. И, собственно говоря, вот так вот мы идем, идем по нашему перфомансу, потом мы вот так красиво заканчиваем. Но! Мы никогда не сыграем для вас то, что не происходило с вами. Поэтому, если уже есть история, вы можете предложить ее всем зрителям. И мы ее сыграем для вас. История может быть маленькой, большой. Это может быть сон, это может быть вообще какой-то эпизод. Или зарисовка из вашей жизни. Она не должна быть как школьное сочинение. Начало, завязывание, развитие, какое-то резюме ваше собственное. Это не обязательно. Я вам задам несколько вопросов. Вы на них, наверное, ответите. Или попытаетесь. Или не ответите. Скажите, не знаю. Но из этого все равно получится история. Ваша история. И я уверяю вас, история каждого присутствующего человека, какой бы она ни была, она заслуживает того, чтобы вы поставлены на сцену. Итак, мы продолжаем. Если вы готовы поделиться чувствами, пожалуйста, если у вас есть история, расскажите ее из вашего прошлого, настоящего, с перспективой на будущее. А у нас есть тут для рассказчика. Еще раз, Лена. Лена. Давно произошла история? Да. Давненько. Ну сколько? Неделю назад. Год? Пять. Лет назад. Пять. История о маленьких женских радостях и печалях. Изобидных. Значит, я заканчивала буст. Так скажем, очередной. Значит, мы у нас мероприятие торжественное, на котором были мои друзья, и они подарили мне букет цветов. Ну, женщины меня поймут, да, что такое букет цветов для женщины. Мелочь, вот и я. Какие цветы были? Ой, вот этого я не помню. Вот просто цветы. Букет цветов. Дело-то вот все в этом. Даже вот это не помню. Так что, в принципе, меня и один цветок радует. Подаренный. Но так получилось, что моему преподавателю никто цветов не подарил. И, естественно, я, как ученица, была вынуждена, естественно, подарить ему мой букет. Меня, конечно, это чуть-чуть расстроило, но ничего не важно. Вот. Но потом, значит, был, естественно, председатель государственной комиссии, раз это вывыпуск. И мой букет из рук моего педагога переходит в руки председателя, все мужчины. Ну, ладно, все, значит, ну, я еще дальше со своим букетом так прощаюсь. Причем у меня была тайная мысль, что мой, значит, мастер не возьмет цветы. Он оставит в кабинете, а я готов. Заберу. Но цветок перешел в руки председателю комиссии. И уже в конце вдруг, значит, мастер спрашивает, кто на машине, кто сможет довезти председателя туда-то, туда-то. Я говорю, ну, я. Ну, ладно. Все, значит, он садится со всеми вещами, да, с моими цветами. Я его довожу. И он мне! Дарит этот букет за то, что я его довезла. И у меня такое чудесное настроение стало опять. Ну, в общем, гармония восстановилась в жизни. Все чудесно. Так, Лена, ну, ты же их знаешь, да? Помнишь? Ну, да, да. Так, кто сыграет тебя? Ну, пусть Евгений. Евгений. Сыграет Лену. А вот Алексей с Дмитрием мы не будем назначать на роли. Пусть они определят роли в этой истории сами. Может быть, у них будет не по одной даже роли. Давайте увидим эту историю. Субтитры сделал DimaTorzok Заканчиваю я тут как-то недавно очередную. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И тут я. Цветы. Судя по выражению... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это мой бывший. Его иногда не возвращается. Аплодисменты. 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 Она была про букет. Да, да. Прекрасная история. Я даже не знала, что ее можно еще по цитатам разобрать теперь. Так что они возвращаются, чтобы она пошла по рукам, а мы встречались. Прекрасно. Он пошел. Да, пошел по рукам. На женский мир вылетел. Спасибо. Спасибо за историю. Мы забыли, ты с бородой или нет? Ты присетишься к этой компании. Будешь четвертым. Это Андрей, наш музыкант. Мы говорили о тебе, когда тебе еще не было. На свете. На этом стуле номер 25. Итак, первая история. Ну, она была, конечно, веселая, интересная. Мы играем не только веселые истории. У нас из нее они вообще разные бывают. И мы периодически, наверное, вспоминали о том, что или говорим своим друзьям, коллегам, ну, у меня сейчас вот в жизни такая-то полоса. И определяем цвет. Цветов, как правило, всего два. Оттенков мы не различаем в данный момент. Но, тем не менее. То есть, действительно, если бы услышали сейчас веселую историю, это не значит, что... В общем, вы можете рассказать все, что вы захотите. А кто хочет рассказать, у кого есть история? Извини, я бы это... Реакция на тебя такая. Вообще, это странно, когда без истории. Вот как так? В смысле, странно без истории? Ты пришла без истории? Да. Ты пришла без истории? Да. Наташа пришла без истории. Извините, ничего не могу с тобой поделать. Два года, и Наташа пришла без истории. Ужас какой. А? Давайте мы сыграть для Наташи. У Наташи сегодня нет истории. Картину для нас не принесла очередную? Ничего нет. И картину очередную она для нас не принесла. И на первый ряд она сегодня не села. Что ж такое? Вот беда, огорчение сплошное. Давайте увидим. Субтитры Noel. Я думаю, мы вообще рассчитывали, надеялись, готовились, можно сказать, ждали и не дождались. Ну как же так? Кому теперь? Это же не может быть. Оказывается, может быть. Очень грустно, очень. Одна нас не любит. Неправда, я вас люблю. Ну что ты улыбаешься? У тебя же есть история. Да, я смотрю на тебя. Как нет? Нина, такого не бывало еще раз. Ты зрелишь? Давайте. Вас зовут? Григорий. 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 с вами, но с этой стороны... Опа! История произошла не так давно, не помню, то ли в апреле, то ли в мае, шел я на работу. У нас есть некая такая традиция, что мы, вроде на работу, из нас покупают какой-нибудь вкусный, какой-нибудь горячий, который мы, собственно, и употребляем. Некоторые жалуются, что у них растет где-то не там, кажется, не надо, а вот они растет, только вот растет. Иду я, забывший утолочный проект, и получается у нас в таком, что иди-ка, ты купи хлеба, потому что там я принесла, там, какой-то там сыр. А я уже практически в офис ухожу, думаю, блин, что за херня это? Ну ладно. Вот раз человек старался, покупал сыр, надо сходить. Я поворачиваюсь и иду. В дороге в магазин, встречаю другую хозяйку, которая говорит, так, я иду один, мне скучно, пошли со мной. Ну ладно, мы идем. Значит, заходит в магазин, покупаем прекрасную горячую чебату, если вы потекли, да? С хрустящей корочкой. Вот. Выходим из магазина, и вдруг небо заволакивает тучей, и начинает идти снег. Происходит это в течение примерно, ну, не знаю, полутора, наверное, минут. А, собственно, девушка, с которой мы ходили за хлебом, она, надо понимать, армянских кровей, у нее ярко такие синие-черные волосы, и на ней эти снежинки, в вышедшем обратно солнце, так сверкали. В общем, получилось несколько прекрасных фотографий и, собственно, мы поняли, что вот ради этого вся эта история и была, ради вот этих фотографий. Когда вы увидели эти чудесные снежинки на этих красивейших волосах, в лучах солнца. Какие чувства вас появились внутри? Восторг. Восторг. Желание зафиксировать пропитацию этой картине. Восторг. Итак, давайте дадим название этой истории. Давайте. Зачем? Хорошее название. Зачем? Есть два варианта. Мы выбираем? Как? Зачем? Зачем? Задаю глупые вопросы. А я просто... Из-за того, первый раз на плейбеке? Второй. У кого были до нас? У вас. Как-то и сегодня с вопросами так интересно. Сколько у меня рассказчик попался замечательный? Ну, на самом деле, не совсем. У вас я первый раз был... Первый раз я был на фестивале плейбека, который в еврейском культурном центре проходил. А, в 28-м? Да, да, да. Шанер. Там вы посмотрели на нескольки. Да. Ну, я считаю, что я был у вас. Да. Владимир, засчитан? Да. 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 Так. Так. И что же, тогда давайте увидим историю под названием Зачем? В hesitation б. Да. Теперь работаем с крошей. Вот. Курьер первый металл в металл в металл торт. Оно того стоит, в принципе? Ну вот представьте Горячая Чаоба С корочкой Где ты видел Чаоба без корочки? Ну после меня часто без корочки До тебя еще Вот она прям горячая Прям вот И тут же снег А в офисе снег А на улице снег А Чаоба-то замерзает О чем эти мужики вообще говорят? Из себя Черные Волосы И так-так В хам Снег Чаоба Женщина Хлеб Снег Швень Плеч Курочка И на все эти апрельские семьи. Ой, я что-то... Пошли, а то он мне донесет. Успел? Сигареты есть у кого? Фиксировал? Хлеб? Женщину. Женщину хлеб дай сюда. Женщину зафиксировал. Ну, а вот теперь скажи мне. Зачем? А ты зачем это спросил? Правильно будет, не спрашивай. Правильно будет. Зачем с восклицательным знаком? Зачем? За хлеб. АПЛОДИСМЕНТЫ Это была ваша история. Но... Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам за замечательную историю. Спасибо вам. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ У кого есть еще вопросы, которые вы хотите поставить? У меня зовут Юлия. История была такая. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошлой зимой, вернее позапрошлой уже получается, я ездила в Индию надолго, месяцев на пять. И я очень люблю фотографировать, учусь этим заниматься профессионально. И где-то примерно в середине пути я сделала уже достаточно много хороших снимков. В какой-то момент я выясняю, что у меня было с собой три жестких диска. И два из них умерли. Перегорели. Восстановление не подлежало. И, собственно, последний жесткий диск, где у меня были слиты все фотографии, в этот момент подает те же самые признаки, как и предыдущие два. Какой-то был мой ужас, потому что там были все фотографии отснятые за два с половиной месяца практически. Я сидела и представляла, ну там была вот такая фотография, какое там солнце было, какой свет, какая же она была замечательная. Ладно. В общем, день, когда я поняла, что третий мой диск тоже умер, я написала официальный код, что у меня траур. Ну и как-то вот училась жить с этой мыслью, что ну ладно, у меня будут тоже очередные хорошие фотографии дальше. И, собственно, с того момента я уже их сохраняла на какие-то другие носители. И получилось так, что когда я приехала уже в Москву, и там тоже, естественно, было очень много хороших фотографий, разнообразных, неповторимых, как угодно, выясняется, то есть я их на несколько носителей перекидывала, в общем, выясняется, что последний носитель вот этой второй части, он каким-то образом зашифрован, и фотографии я вскрыть не могу. Но первая половина чудесным образом пошла. То есть получился такой водораздел в тот момент, когда я написала, что все траур. Вот до того момента все фотографии восстановились, а после этого момента все умерли. То есть некоторое сожалению у меня до сих пор по этому поводу, потому что, естественно, в памяти понятно, что оно все остается, но я как бы, ну, все-таки к фотографии учусь относиться как-то вот творческие, художественные, и каждая народ уникальна. Вот такая вот «Шутки Бога» я это назвала. О, у нас уже даже есть название истории «Шутки Бога». Да. Разучалось, что некий водораздел «До» и «После». Да, было «До» и «После». Ну, собственно, когда я думала, что первая часть умерла и будет вторая, потом вот первая ожила, а вторая не смогла. Будем выбирать народ басковых из актеров или подарите им свою историю? Я подарю. Ну, вы же понимаете, да? Чем-то для вас может обернуться. Остреляющее пространство. Отлично. Здесь хорошее пространство. Я вижу. Ну что же, история под названием «Шутки Бога». Давайте увидим. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну нет, раз решил, значит решил Дима Торзок Там столько же было Дима Торзок Там же столько было Да вся зима была практическая Дима Торзок Знаете, вот теперь эти Монархи каждый день ходят И это было! И рисуют на песке все Ну, у кого было, а у кого есть И знаете, что делать с этим боком? Дима Торзок Ну я конечно всем могу рассказать, что там была Такая фотография была А еще вот так вот было Да Хотя, конечно, это странно звучит Давайте я вам расскажу свой фотоальгом Может, только в словах осталось Может, только в словах осталось Таких хороших уже не было Таких хороших уже не было Ну я же уже решил, чтоб все Будем жить дальше Снимать дальше Будем надеяться на чудо Вдруг это случится Чудо Вдруг получится Вот Чудо И это чудо А мне-то каково Хотя Фу А, я помню Это про реинкарнацию Это про реинкарнацию А, я помню Вот тут самый альбом Который я помню До мельчайших подробностей Это не альбом Это его новый Аватар Я могу не только рассказать И показать Показывайте меня Показывайте меня Это про реинкарнацию Потому что Чудо Надо И теперь у меня есть еще Альбом, о котором я могу рассказать Да чего смешны эти люди АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Пока не она движется к нам Я хочу задать такой вопрос Нет ли у кого-то здесь Противоречивых чувств Если есть Зафиксируйте их Я опять выпускаю эту вопрос После нашей общения с Меды у тебя есть свет она называется как же я ее хотела ну да, она на днях произошла вечеринка, воскресенье а то, что-то шок лето, беседка приезжает на старший сын тут же просится на младший сын старший сын разводит дымища угольки на плитке вода бурлит куча табаков ароматных я покажу чтобы позвучиться что здесь происходит а младший старший она очень просила воспитывать его доставлять на путисти тут он был велячий опыт так чего он мочит? он мочит правильно уголечки зажигать и у него так все хорошо это получается красиво мне бы надо похвалиться за то, что он это все красиво, аккуратно делает и я в ужасе и они крутятся вокруг меня мамочка, мамулечка усаживают я открываю рот чтобы сказать что за безобразие какой кошмар какой ужас тут у меня во рту оказывается трубка и они так это красиво как-то так вот встанут и я не успела возмутиться а я не успела прочитать воскрикательную мудрость то есть я теперь тоже значит заеду на каленщица причем вместе со своими сынами просто какая-то порученная мать и я вот с этой мыслью вложу теперь все потому что теперь уже поздно что-то говорить потому что все произошло у меня на моих глазах с твоим участием и мы теряем с моим участием как зовут твоих сыновей? Григорий Михайлов а годочков он сколько? 1.0.21, 2.0.16 и Григорий, который постарше и Михаил и есть место себя ты выберешь? ну, выбирай Евгений будет Миной мальчики разберутся? да, мальчики разберутся ну что же, история как я докатилась до такой жизни давайте увидим что-то на мальчике мне кажется что это правда что это правда сломать вот и вот и кто-то а кто-то решает так С чувством, с чувством. Я порочная магия. Да ладно, всё же уже. Я сейчас пока коньячек разведу. Вот должны быть принцы. Да. Правила в конце концов. Аккуратнее. Ещё раз. Как минимум. Должен быть порядок. Порядок. Да. Порядок. Вы тут развлекайтесь. Я вот хочу сказать. Сухомлинский. Макаренко. Дунуть хочешь? Давай, да. Воспитывать детей надо. Воспитывать. Медичным примером. Вот. Не можешь воспрепятствовать Возглас Как лёвы получаются Ну или как минимум получи удовольствие Вперёд, детишки И вот так вот ещё кокетлю Господи, какая я опорочность Пожалуйста, мама, это прям бальзам Только не надо вот этих вот информаций в Векенбок Да, 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 вот Ты действительно сокрушаешься Как же мы теперь будем? Вы позорите свою мать О, давай, разжигай, скорее, следую Шалун Какая у насlasа, ты и кят Неквали Как дам, да, да, да Как дам, да, да, да Как дам, да, да, да Спасибо. Достаточно хорошего. Есть у кого-то противоречивые чувства? Противоречивых нет. Мы все в гармонии с собой. А, девочка, вернешь что? Противоречивые чувства? Распирает? Не знаю. Противоречивые чувства? Ну, давай. Сейчас мы их уберем. Пока свежая история, может быть, миль назад завершившись. Я зимой попал в аварию. Автомобильная авария. Да. Мы привезли то, что осталось от машинки на его квартире. Поставила я в отверт театр, чтобы ничего. Долго он там стоял, потому что было просто страшно идти посмотреть на это. И я пришла, сфотографировала, пошла в салон. В салон, как называть, неимоверные суммы, проще налог купить. Я нашла мужиков в гаражах. Долго? Ну, не очень долго. Вот там через самый клуб, мы лично завито. Нашла мужики. Приехали, посмотрели. Вполне нормально, обменяемую сумму назвать. Сказали, мы уже это все делали. Все нормально. Все у тебя будет. Отплакли машину к себе. Ну, вернулся в Питер. Он мне говорит, мы все сделали. Я приезжаю. Понимаешь, что все истории про то, что когда ты свалился с лошади, надо садиться на нее сразу же. Вот это правда реальность. Потому что меня трясет вот так. Я не представляю себе, как я из Куткова, любил любой конец города, сейчас поеду. Они, конечно, по этому поводу прохаживаются. Я-то должна что-то такое посмотреть, как они сделали. А я вообще не помываю, что сделали, сделали. Вот так сделали. Выглядит все хорошо. Вроде все сделали. Я приезжаю домой, все нормально. Доехала на машине. Да, вот. Я спрашиваю, слушайте, а что с бензином? А я залила полный бак перед тем, как свалить. Ну, может быть, он там этот поплавочек, который показывает бензинчик, может быть, он там как-то застрял. Я доезжаю до театра и понимаю, что бензина-то, в общем-то, нет. И через несколько дней я уже так успокоившись, начинаю смотреть и понимаю, что все прекрасно. Но они уперли зеркало. Они уперли тролос с этим самым свинком. Они, значит, слили бензин и даже антифриз слили. И запасные уперли. Я звоню ей и говорю, да. Он говорит, какое причем? Мне так противно. Ну, я же им ничего там. Ну, сказали бы там, на десять тысяч дороже. Мерзкая какая-то мелочность такая. Понятно, что вряд ли я буду в таком состоянии, что буду все это переворачивать, Ну, я приеду с кем-нибудь. Вот тогда, может быть, увидят, что все нормально. Какая вот история. С одной стороны, вот, ну, ничего страшного. Вот. Против всех купить. Проблем. С другой стороны, это как-то активно. Ты с этим состоянием пребываешь. Я вот пытаюсь от него как-то так, Скажи, пожалуйста, в какой парке у тебя машина? Матис. Матис, вот. А Мари тут у какого? Сера Перламутрова. Сера Перламутрова. И я все равно... Это все произошло в Питере еще, да? То есть... Ну, это вот... Ремонтировали-то в Питере? В Питере, в Питере, в Питере. Переживет нам работу. Массовая Питера. Так. 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 Вот кто-нибудь играет? Да пусть сам решает. Да пусть сам решает. Да пусть сам решает. Что-то сегодня у нас как-то все по одному сценарию. Так хочется как-то разнообразить. Не получается у меня разнообразить. Не получается у меня разнообразить. Ну, может быть, вы, уважаемые коллеги, разнообразите. Уверенную историю. Название это нет? История. Мерзкие ручонки. Мерзкие ручонки. Ну что же, давайте увидим эту историю. Про мерзкие ручонки. Через пару лет про мерзкие ручонки. Ну что, коллеги, давайте решать. О! Более мерзкие. Сегодня твоя ручка. Решать. Нет, по-моему, тут местный. Местный? Ну, не знаю. По-моему, ничего. Понимаешь, тебе нравится? Мне так. А ты что скажешь? Старый закал. А что делать? Жить-то надо. Сегодня... А мы не при девах. А что я вон там компьютер в ремонт сдавал? Так меня тоже винчестер вытащили? Что мне тут не вытащили? Что же, ребята, компьютер в гаражах? Ремонтируют. Старая школа. Да ладно, старая это... Варка. А что она там все равно валяется? Да ладно, что она ее не пользует. Нет, не пойдет же все равно. Немного стыдно. Не знаю, я спас вещь точно. А вот зеркало, между прочим, оно женщин на дороге отвлекает. Я знаю. А, так это... Я думаю, что я, пожалуй, еще тросик поменяю. Уже нет. Антифриз был старый. Старый был антифриз, испортился совсем даже. Слушайте, а ведь когда-то же, когда-то же, нам уже объясняли, что воровать не прошло. А кто воровал? В школе. Я помню. Ты еще детский сад вспомнил. Чужое брать не хорошо. А это не чужое, это мое. А мне, между прочим, за это заплатили. Я с этим разобрался, я разобрался. Вот. Вот. Если не я, все равно вот эти с ними. А-а-а! Так вот. Вот. Он признался. Бензин. Черт возьми, тросик ушел. Какой. С закруточкой. А-а-а! Ладно. Будем считать, что это. С одной стороны. Скажи. Копеечная. А с другой стороны. Прям после этого, полного сбудется. Псих. А-а-а! А я и так каждый день после работы молюсь, как из гаража возвращаюсь, так вон и молодцы. А что, жизнь такая? Вот у меня кошелёк один раз спёрли, мне ж в карманы его никто не положил. Один? Один, без лука. Вот. У меня три. Ты с другой стороны, я же знала, что если в гараже отдать, то по гаражному и покучишься. Ты с другой стороны, с потолок в салон, там бы тоже потолок, но ещё бы и собрали. Когда тебя кражут за большие, то это как-то менее мерзко. Понимаешь, за что? А тут? Их ужин. Ну ничего, нас ещё посоветят. А я вам теперь иначе относиться. А что, мужики, страна такая? Что значит страна? А такая вот страна, а я мужика, не знаю, для тебя есть другой. И чё, мы не виноваты. Да и... Морщина, в общем... Морщина, в общем... Ну всё равно как. А чё-то как-то... Вам же тоже мерзко. Да не тоже же! Ну могли бы уже сказать! Да чё там... Прямо сказали мне! Стой. Прямо сказали мне! Да что я поэтому скажу? Что я могу сказать сразу? Скорезать со мной сразу. Так что... Может я верю? А то надо и выкнуть. И как потом жить? Спасибо. Посмеешься с историей. Кому надо рассказать историю. Дело в том, что время – это самое безжалостное, что существует в этом мире. Самое жестокое по отношению к нам, ко всем. Она иногда ползет, когда не надо, бежит, когда тоже не надо. Поэтому, если вдруг сейчас в зале есть человек, который считает, что, не рассказав свою историю, он напрасно прожил сегодняшний день, ему необходимо срочно ее рассказать. Есть! Первый, второй. Здравствуйте. Я у вас первый раз. Меня зовут Атьяна. Отлично. Мне в этом году исполняется 45 лет. Ну, в общем-то, это даже не история, а, наверное, я просто решила вас немножечко взбодрить. Я три раза была замужем. Всегда очень счастлива. Все замечательно. Прекрасные были браки. Ну, в общем-то, просто не закончилась. Так получилось. И вот, в 2008 году, как раз в последний мужем, я уже расслабилась. Ну, вот, наконец-то я пожилу для себя, для дочери. Уже все, выдохнула. И вот в этом году как-то оно все опять закрутилось. И, собственно, я встретила одного из своих бывших, там, школьных друзей. Даже, ну, не совсем друзей, но неважно. И 2 сентября я замуж выхожу опять, четвертый раз. Ну, в общем-то, тут даже, наверное, не история, а больше вопрос. Может быть, я хочу какой-то даже вашего совета. А надо оно мне, собственно, вот так, на рубеже, на таком серьезном. Надо мне замуж. Все так хорошо, все так спокойно, все так хорошо сложилось. И вдруг тут раз. А с другой стороны, такие яркие эмоции, опять снова шишнадцать. И все так вот. Ну, вот как-то так. Вот хотелось бы вот это увидеть. Нет, вы увидите, конечно, сейчас. Ну, вот быть или не быть, в общем-то. Вот этому. Быть. Но все равно хочется. Ну, конечно. Ну, вы же женщина. Ну, о чем речь? Конечно, хочется. А еще бы. Пока хочется, мы с женщиной живы. Ну, как я, да. Стоп. Сейчас. Пошли. Вот. Да. Я вот к тому. А то как. Прекрасный разбор. Татьяна. У нас три актера. Сейчас у нас будет три Татьяны. Попал. Попал. Давайте мы сейчас, кто будет играть Татьяну, которая Снова хочется. Замуж. Кто будет? Алексей Дмитриевич? Вот мне вот нравится. Да. Вот который словно хочется. Снова хочется. Это я вот не могу сказать. Но в сомнениях вот этот вот, который в середине, симпатичный. Да. Песчатный. Сомневается. Смеменно. А я сейчас. Она занимается в данный момент, или она вообще по жизни с этими браками? Она по жизни. Она занимающаяся. Есть, наверное, еще какая-то Татьяна, которая есть внутри вас. Еще какая-то Татьяна. Ну, какая-то есть, конечно. Вот какая вам близка, какая вылезает. Вылезает та, которая озорная, которая всегда за перемены, за любой кипиш, короче. За кипиш. Татьяна, за кипиш. Отвечаю. А у нас ведь история, у истории нет конкретного конца. Татьяна хотела бы... У нас в истории конкретное начало. Хотелось бы прийти к какому-нибудь решению. Ваши помощи. А! Итак. Помощь. Помощь идет. Давайте увидим эту историю. наNews. Помощь. Нам Asians. Наgette. Акономь. У gad! Акономь. Пар áice тяну. Акономь. 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 Быть или не быть? Я не люблю. Лучше я колобок. От этого ушло. От этого ушло. От этого ушло. А я тогда... Ты мудрая. Правильно сомневаешься. Ну тебе же хочется. Надо подойти. Ты умница. Правильная. Осторожная. Да. Семь раз отмерим. Я отрезать не буду. Не-не-не-не. Восьмой. Смотри какой мужчинка. Давай-давай-давай. Да ладно. Было уже все. Что было? С этим по-другому. Тысяча раз лучше. Что значит? Было. Ты ж его знаешь. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Ой, не знаю. А можно? Пойдем посмотрим. Потрогай. Ой, не советую. Сейчас мы ее уговорим. Все-таки Гамлет. Быть этому браку. Или не быть. Вот в чем вопрос. Слушай, я думал, ты главный занудок. Я не занудок. Я сомневаюсь. Прочь сомнения. Прочь. А что ты за меня прячешься? А что ты за меня прячешься? Он решает. Нифига себе. Поближе. Еще поближе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну как? Ну как пойдем? Ну как пойдем? А ты хочешь, правда? Ага. А ты задеваешься? Мужчина. Давайте рискнем. Мужчина, вы вот ее послушаетесь, с ней рискаете, а я посмотрю. Мужчина. Ну, я побежал. Ну да. Туда. А, туда, да. Ну. А я вот пишу его. Ох, что-то как достойно. Зато зажигательно! Не знаю. Хей не вides. Ух, юб. Хе. А ты думал, а? Я до сих пор думаю. Продолжай это повязать. Твою. Какой мужчинка! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам большое. Спасибо, Натяна, за историю. И у нас еще одна история. Здравствуйте, меня зовут Таня. У меня история тоже оказалась про замужество. Про изменство. А лето все так вот прекрасно, вечера, такие светлые. Прихожу домой, сидит мой прекрасный муж, любимый, такой ненаглядный, классный муж сидит. Я ему начинаю все рассказывать, как я встречалась с подружками, что там какие-то истории. Я так чувствую, что он как-то не внимательно слушает, как-то вот отключается, потом встает, так задвигает стул на кухне. Как ты знаешь, я пойду полежать. Пошел полежать. И тут я слышу, что какие-то странные звуки из комнаты там. Ну, в общем, странные очень звуки. Я подкрадываюсь, подкрадываюсь. В комнате темно. Я подкрадываюсь со спины. И вижу светящийся экран. И оттуда все эти звуки, они продолжают идти достаточно громко. И такие они некоторые очень неприличные. Я уже начинаю думать о своем муже вообще не очень хорошо. И тут я понимаю, что мой умный, спортивный, замечательный муж играет в зомби. Он играет в зомби. Он ушел от меня тайком полежать, а на самом деле он играет в зомби. У меня теперь семейная трагедия. Я думаю, что меня разлюбил мой нож. Ну, он сказал, что хотелось, что у каждого должны быть свои занятия. Что я хожу на занятия, что... Думаю, какие ходите? Я на разных хожу. Я хожу на разные танцы, на усы, по моему, скуку. И по фотографии. И еще на несколько шумов. Иди в поле. Не, ну я для мужа оставляю время. Всегда. А как у вас еще выражается это оставление времени у меня мужа? Каждый вечер я подхожу, я полная энергия. Чтобы поговорить, пообсуждать. Что-нибудь еще поделать. А что, простите? Не обязательно. В тот момент вы разговариваете про своих подруг. Да, но это не всегда так было. Ну, конечно. Ну, а у него какие увлечения? Он прекрасно, спортивно. Английский бассейн. И еще он собирает самолеты. Модель. Да. Собирал. А сейчас? Сейчас сделаю. Видимо, он в Амбе как едевая. Какой-то он делает. Да нет. Я хочу понять. Есть просто ощущение и переживание по этому поводу, что вот он... Вот... Или это все-таки фантазия на тему, что муж разлюбил? Да нет. Ну, фантазия, конечно. Я думаю, что просто очень большой объем работы. И вот он пришел, он просто захотел... Не хотелось слушать никого вечером после работы. И он так аккуратненько сказал, что я привезу. А на самом деле просто отключить мозг. Поэтому... Я бы хотела, чтобы он озвучил его тайно, но честным словом, что... Знаешь, дорогая... Чего-то я сегодня... Это было бы лучше для вас? Ну, наверное, да. Но я подумала, что он бы сказал... Ой, 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 что-то я тут засиделся. Да-да-да. Ой, я так соскучилась. Я очень добежал обратно. И 10 дней разговариваю. Ну, что хотелось бы. Да, что хотелось бы. Прекрасно. Мужу выбирать не будет? Нет. А вас? Будем выбирать? Нет, тоже не будет. Не будет. Все трое окажутся вами. Хорошо. Давайте увидим эту историю. Давайте ее увидим. Все трое окажутся. Что такое счастливая семейная жизнь? А? Кто-нибудь знает? А? Пожалуй, это он и знает, но кто-то. В какой-то момент... Выше счастье в семейной жизни... Возможно, с какой-нибудь убить. Есть? Нет. Когда-то я знал. Я когда-то знал точно. Счастливая семейная жизнь. Это... А-а-а... Ну, встретимся. А-а-а... Я поняла, это он. А он понял. О, это она. Мы такие... О-а-а-а... И... Бам-бабам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам... И значит, свадьба-букет. Все. Вот это... О, а ты сегодня будешь одной из её подружек. И за это я тебя... Сперва бензопилом, потом осиновым колом, потом два раза сжечь, сорвать, утопить. Вот этого вообще-то не было, Том, Квань. Ну, а жизнь полна, как-то вот, да. И вот теперь тебе с этим жить. Я тебя умоляю. С этим? Ну, че ж с ним? Не, ну... Не, подожди, ну что? А ещё варианты. Со мной. Только я буду периодически его убивать. Ты меня защитишь. Вот от этого. Ну, да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чего какая-то подстава? Ну, защитит. Ладно. Хоть так вот. Хоть так вот. Когда возвращаешься к английскому бассейну, Уже никаких самолётиков нет. Убить бы кого? Ха-ха-ха. Подружки. Подружки. Ха-ха-ха. И кружок по фото. Ха-ха-ха. А ещё... Ещё мне петь охота. А ещё... Я пойду... И плейбэк. У-хах! Ха-ха-ха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уже, что ты себе не можешь? Спасибо. Александр, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, у вас слюно и не запахло. Прикипели. Есть ли вот сейчас к концу нашего перфомбра такое чувство, о котором очень хочется сказать? Во всеуслышание заявить, у меня есть такое-то чувство. Слушайте меня. Чувство удовлетворения. Наташа! Да, это я. Ну и что ж ты издовлетворена в результате? Ой, всем. И так хорошо со второго ряда, ты так свободно себя ведешь, ноги закидываешь. И вообще здорово. Так, отлично. Давайте, чувство удовлетворения и вообще здорово для Наташи. У меня не было истории, зато мы и чувства сегодня играем. Да. Это не терраса. Я очень люблю. Толя, еще больше. Ну, давайте. А, давайте увидим. Так, с курком. Тут же не видно, что я не знаю. Завидно. Завидно, а? Все равно хорошо. Хорошо, свободно. И не видно. Сам бы глупо. Ух. Утворить все, что уходит. Ничего. И спинка тут хорошая. Будет следующий раз в третий. Не-не-не, третий перебор. Нормально. А так, и меня не видно, и мне хорошо. Прекрасно. Я удовлетворен. Дальше. Прекрасно. Прекрасно. Я вас люблю. Аплодисменты Да, Вас зовут? Меня зовут Ксения Ну, в общем, я сюда пришла просто в состоянии какой-то обид по поводу того, что мужчины вообще не чувствовали, что они такие блокированные роботы Но я в нем пребывала долгое время, но когда я посмотрела разные Ваши выступления, играли одни мужчины на сцене Это чувство как-то рассеялось и у него пришло какое-то огромное ощущение благодарности И можно сказать, что вы у нее вернули любовь к мужскому роду Вот, это подзадались Ну, у нас опять сегодня трансформация, друзья мои, да? Итак, Ксения пришла, что мужчины не чувствительнее, да? А теперь в результате работы вы вернули любовь к мужскому роду Давайте увидим Помогите помощь к мужскому роду Аплодисменты Тук-тук-тук Тук-тук, алло? Ты робота живет пропуск Эй, эй, эй horsepower Чуть прошкованный Нет, толстая шкура это наверное прикольно Не проковыряю Не проковыряю Посмотрю на этих, что ли, балансов А чего мы все одинаковые ссоры Вот какой он Даже бородатый Слушай, а как они это делают? Слушай, а как они это делают? Они и это чувствуют И это тоже Я не знаю Я раньше была обижена, что вы бесчувствовали Сейчас я буду обижен, что вы это не показываете Куда-то прячете И все в них Они так за деньги могут чувствовать Или на сцене Ну лучше Такое ни за деньги Ни на сцене не почувствуешь Ну что вы прячете это? Ну что вы прячете это? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я это запомню А у нас время Отличные эмоции Все это здесь летало И в результате вот получилось то, что получилось И Сейчас под конец Под занавес нашего перформанса Давайте все-таки Попробуем через Игро актеров Увидим О чем Был сегодняшний перформанс Это странно, когда ты можешь рассказать людям свой фото-альбом Как сейчас, помню И вдоль это И утром И чёрные волосы И хлеб под снегом Рассказать Рассказать! А зачем всё рассказать? Да нет, я считаю, что ни к чему не было Потому что как-то вот так всё это не нужно Смысл всего вот этого Опять умер Может кто и умер, а я так нет Я F5 Умер это F6 Стой! Слышь, а я тут был ты безчувствую Ты Я имитирую А я на самом деле А всё равно имитирую А иначе Страна такая Возьму ты А ты кипиш обещал Так 2 сентября ещё не наступим А я готовлюсь Кипиш будет всегда Если есть мужчины Женщины Без кипиша не обойдёмся Ну да Хоть зомби увидишь Ну да Посмотрите Себя слабится Себя слабится Себя слабится Каждый же вечер Да Отлично Вот как Вот скажите мне Вот вы мне скажите Вот что у них делать со всеми Вот что А зачем тебе с этим что-то делать? Ну что Зачем Мне одной мучиться с этим Теперь вы мучаетесь Я вам вопрос задала Вы теперь мучаетесь А я на это посмотрю А где наши коллеги в таких случаях Говорят Горячься Это да Вот примерно это Мы сегодня и увидим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И мы тебя всё время на сегодня Дёхландский Собирься Евгений Малиновский Олетел當 Смитрий Липотов Адрида Смитри . Спасибо, что я рада вас уберить снова. Приходите к нам, приходите в Гиперион. Не пожалеете. Спасибо. Спасибо.